что-то липкое здрасте дорогие друзья и вы у меня на канале хелс марбелли оксана павленко и красивое авокадо я привезла для моих друзей и моих студентов с испании с марбелли спасибо оксане и ивану за эти чудесные фрукты теперь смотрим продолжение так значит сейчас начинаем работать животом сначала проводим диагностику значит диагностика проводится ножки сгибаем коленках оба вот видишь значит хруст коленках это что у нас значит спазм желчного пузыря вот колени не должны хрустеть и что самое интересное что когда мы его отработаем вот этот хруст в течение двух-трех-четырех дней ты отслеживая это он будет проходить значит мы идем на куда мы идем спинта роде да мы идем расслабляем значит вот это это место куда все проху протоки от поджелудочной железы и соки сбрасываются из желчного пузыря вот эта красненькая . которую ты рисовал понял значит мы отмеряем от правого плеча до кубка диагональ вот так вот через грудь она проходит вот замеряем здесь вот я последнее ребро беру и делю это место на три части лиль ну-ка принеси мне фломастер мы будем рисовать чтобы вам было более наглядно потому что когда вы будете это глазами видеть то вы будете лучше запоминать да это как бы никогда вы об этом не забудете вот отлично так значит вот мы берем вот это место да и делим его на три участка да вот оно вот и примерно вот в этом месте вот здесь вот вот мы начинаем нажимать и смотреть есть боль но есть боль значит ну а так как у нас хрустят колени то это понятно что желчный спазмирован значит сфинктороде тоже не работает хорошо вот и мы начинаем это место прожимать значит кому сложно пальцами прожимать иногда нужно очень сильно я прожимаю косточками вот этими я беру вот так вот одной рукой нажимаю а вторую немножко себе помогаю вот и мы начинаем держать около 30 40 50 60 минут секунд значит все и смотрим на пациента как он себя чувствует иногда бывает в под бросает иногда бывает состояние такое как мутит немножко давно как только мы убираем руку это состояние сразу же проходит то есть это говорит о том что желчный пузырь скорее всего переполнен не сброшен там есть спазм есть дисконизия желчеводящих путей или желчный пузырь перекручен немножко то есть жидкость от него не отходит да вот вот мы немножечко поддавливаем и будем слушать как появляется вот этот звук до когда будет гордила когда сбросился то есть изначально вы не будете понимать куда вы давите это понятно да но потом постепенно постепенно они как бы эти все места они там рядом находится и мы немножко с этого места чуть чуть идем вниз вот сюда да идем вниз может быть ты снимай, Алекс. Ты записываешь все, да? Вот здесь еще больнее, да? Ну вот мы держим, пока пациент может терпеть. Потом смотри, добавляй дыхание. Я нажимаю, а ты пытайся вот этот орган как бы приблизить к моей руке снизу, как бы вдохнуть. Вдох и надавить на мои пальцы. Дыши, 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 вдох. И выдыхаем, выдыхаем, выдыхаем. И моя рука уходит более глубже туда, сильнее может надавливать. Покажи мне свой язык, язык длинный. Вот, значит, здесь наличие паразитоза, кандидоза, и слизистая кишечника у нас немножко воспалена, потому что Макс кушает неправильно. Кушает много булочек, конфет, скорее всего, печеньев, чипсов, кока-колу пьет. Подтверждаешь? Да. Вот. Поэтому оно сразу видно. То есть по по языку можно поставить диагноз, чем болеет человек, да? То есть и тем, чем хуже язык, тем дольше пациент болеет. И по мере того, как мы начинаем работать с животом. Вот что самое интересное, язык начинает меняться. Вот. А мы сделаем твой язык. Сегодня сделаем фотографию языка и будем потом смотреть, насколько меняется твой язык. Я бы, конечно, бы еще посоветовала тебе три процедуры камбу сделать. Камбу – это вот процедура очищения лимфатической системы, да? Вот ты делал, да? Женя делал уже шесть раз, да? Мы с тобой поговорим, я тебе расскажу, да? Делается она утром на тащах, вот. И очень хорошо очищает лимфатическую всю систему от ядов, токсинов, паразитов, да? Вот. Так, хорошо. Алекс, давай ты теперь пробуй, да? Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик и до встречи!